Дорога добра. 20 тысяч километров проедут участники благотворительного марафона Асар-Жолы, общественного фонда Асар-Уме. В итоге они нацелены помочь получить жилье 50 казахстанцам из разных городов страны. Подробнее расскажет корреспондент. Благотворительный марафон Асар-Жолы стартовал в Нур-Султане. Вторым городом на его пути стала Караганда. Общественный фонд Асар-Уме хотят возродить традиции Асар, помощи всем мирам. Участникам марафона, получившие название Асар-Жолы, предстоит проделать большой путь в 20 тысяч километров по всем областям Казахстана, чтобы помочь многодетным семьям и людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию с трудоустройством, образованием и развитием бизнеса. Если раньше предки могли 20-30-50 километров в день пройти для того, чтобы на конях выручить соседей, своих сородичей, то сейчас мы, повторяя этот путь, имеем современные технологии. У нас есть самолеты, у нас есть возможность на машине передвигаться, на поезде, у нас есть сеть волонтеров, подключилось государство. И, соответственно, учитывая это, мы посчитали, что мы, проехав или пройдя, проехав 20 тысяч километров. Поэтому мы называем 20 тысяч километров добра. За три года деятельности общественного фонда Асар-Уме они помогли 447-м обзавестись своим жильем. Из них 8 семей в Карагандинской области. Ольга Кудрявцева имеет 9 детей и всю жизнь снимала квартиры. А в ноябре 2021 года получила заветные ключи от собственного дома. По словам Ольги, у нее всю жизнь стояла цель заработать на свое жилье. Но когда обзавелась им, у нее перестроились приоритеты. Теперь она думает о том, чтобы дать лучшее образование детям. Очень много лет на съемном жилье. Много. Получается, очень часто переезжали. Десять раз переезжали. Старший ребенок четыре школы поменял. Вот это уже, получается, пятая школа. И уже теперь все. Он будет с ней доучиваться. И все остальные. Школа рядом. Все очень хорошо. Все условия. Для жизни детей абсолютно. Потому что, когда дом покупают, дают только сертификат. А дом выбираешь вместе с волонтерами. И они учитывают все, получается, все критерии для того, чтобы было в первую очередь хорошо детям. Все условия были для детей. Чтобы дом был благоустроенный, теплый, с ремонтом. Чтобы была рядом школа, инфраструктура и так далее, тому подобное. То есть они полностью контролируют весь процесс от и до. А также к концу мероприятия состоялось торжественное вручение ключей. От четырехкомнатного частного дома в сортировке. Семье с пятью детьми. Как отметил Асхат Нурмашев, в Караганде пришло больше людей, чем в столице. А следующим городом, куда отправится благотворительный марафон, будет город Кокшетау.